Аслан Брек Витальевич, здравствуйте! Как вам атмосфера турнира? Я первый раз присутствую на мероприятии, где борются больше тысячи детишек. Это просто великолепно! Я вот даже не могу выручить, за какой ковер болеть, за какого мальчика. И это праздник спорта. Действительно, хочу поблагодарить Давида Владимировича. Это праздник спорта, который организовался для наших детишек. Как сегодня было отмечено, сегодня эти детишки, во-первых, покажут свое мастерство, много ошибок, все их потом исправят, но они еще познакомятся с другими ребятишками, с кем они будут в дальнейшем и бороться, и дружить, и общаться. Это дорогого стоит. Такие мероприятия необходимы. Как, на ваш взгляд, формат турнира «Восемь ковров» – это что-то новое, что-то интересное для России, Владикавказа? Не только для Владикавказа, для России это новое, потому что ни в одном регионе России таких мероприятий ни разу не проводили. Это очень хороший пример. Я думаю, уже многие последуют за этим примером и будут проводить такие же мероприятия, вот на таких там на 6-7, на 8 коврах. На нашем турнире присутствуют спортсмены из ближнего зарубежья. Как вы думаете, для такого возраста, как 2007-2009 год, международный как старт, это уже хорошо им на пользу пойдет? Безусловно. Во-первых, они расширяют свой кругозор. Они сами ездят, видят, что я вот своего сына тоже 9-го года отправляю на турбистонию, там, в Турцию и так далее. Потому что это, вот, тем более, это же будущие мужчины. Им надо дать свободу, чтобы они ездили, чтобы они знакомы. Они видели мир своими глазами. Не по рассказам, а своими глазами, что они потом уже начали дружить, общаться. Это как бы правильно. Надо этих ребятишек поддерживать. И родителям совет, чтобы они вот так отпускают своих детей, не боялись. Тем более наши тренеры очень любят своих детей, они за них переживают. Мы как видим, когда они секундируют, как они болеют за своих ребятишек. Поэтому это очень правильно. А вы себя помните в таком возрасте, когда вы боролись? Ну, я так смутно помню, но я точно помню, что я всегда проигрывал. Я точно помню. Ну, безусловно, вот эти детишки, вот в чем плюс смотреть на такие мероприятия? У этих ребятишек нет ни тактики, ни каких-то специальных подразделений. Они вышли, делают все, что получается. Вот ребята, ну, детишки, они могут сейчас выиграть 10-0. Через 10 с этим же мальчиком они могут проиграть 10-0. Они непредсказуемы и тем интереснее. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Мы желаем вам удачи. Всегда рады вас видеть на наших турнирах. Всегда приходите к нам в гости. Училище Олимпийского резерва, наши двери всегда для вас открыты. С удовольствием. Спасибо большое. Спасибо.